Далее экономический обзор в еженедельном дайджесте. Губернатор Ростовской области Василий Голубев после посещения Волгодонской городской больницы номер один в ходе рабочей поездки дал поручение выделить средства на капитальный ремонт терапевтического корпуса учреждения. Администрация города должна подготовить проектно-сметную документацию на этот объект, после чего Минздравобласти предоставит главе региона предложение по финансированию работ. С 5 августа изменилось расписание движения автобусов по маршруту номер 25. Теперь он будет обслуживаться двумя маршрутками по будням. Они будут следовать в направлении поселка Шлюзы по улицам Индустриальной, Гагарина, далее по проспекту Миров, улице Ленинградской, Энтузиастов, проспекту Строителей, улица Максима Горького, Окружной, Бетонный 1. Начало движения 6.23, окончание 19.30. А также в связи с низкой наполняемостью с 5 августа временно прекращена работа маршрута номер 24. По состоянию на 1 августа Волгодонский уровень безработицы составляет 0,38% от численности экономически активного населения. В январе-июле в Центре занятости населения в целях поиска работы зарегистрировано 4510 человек. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число безработных граждан на рынке труда представлено бухгалтерами, экономистами, техниками, менеджерами, продавцами, кладовщиками, юрист-консультами и инспекторами. Индекс борща скорректировался на 48 копеек. Напомню, что мы его рассчитываем, исходя из средней стоимости необходимых ингредиентов в крупнейших торговых сетях города. Неделю назад кострюля борща обошлась нам в 217 рублей 53 копейки. Сегодня цена вопроса 217 рублей 5 копеек. В завершении выпуска расскажем о вопросе общественного мнения на тему, на какие средства разумнее всего открывать свой собственный бизнес. Подавляющее большинство, 64,6% опрошенных считают, что лучше использовать для организации своего дела собственные средства. Заемные ресурсы для организации бизнеса выберут чуть более 14%. Откроют собственное дело на средства семьи порядка 9% респондентов. Другие ресурсы для этих целей выбрали 4,5% опрошенных. Оставшиеся затруднились с ответом на этот вопрос. И на сегодня все. Цени вопросы и всему, что на нее влияет, вернемся ровно через неделю.